В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 15 января Православная Церковь отмечает День памяти Серафима Саровского. Особая книга. Маяковка представила новый проект. Серебро на первенстве Нижегородской области. Шашисты из Сарова выступили на областном первенстве. Далее расскажем обо всем подробно. Новой волны коронавирусной инфекции весной не будет, уверен доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По мнению эксперта, его слава приводит РИА Новости. К весне уже сформируется необходимая иммунная прослойка. Она позволит остановить распространение болезни. Кроме того, сдержать пандемию поможет и солнечная погода, так как ультрафиолет для патогена еще хуже, чем мороз. За весь период пандемии коронавирусом заразились почти 3,5 миллиона россиян, а это только по официальным данным. Более 63 тысяч скончались. 15 января Православная Церковь вспоминает День Представления и Второе Обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Еще при жизни великого старца уважали. В обитель стекались люди со всей России, чтобы услышать его наставления и получить совет. Преподобный скончался в 1833 году. В 1903 его причислили к лику святых. В честь Батюшки Серафима названа Православная Гимназия в нашем городе. Каждый год 15 января в храме Серафима Саровского проходит торжественное посвящение в гимназисты. Под сводами храма преподобного Серафима Саровского воедино сливаются голоса. Сильно извучный напевый игумена Никина дополняет густой баритон отца Сергия. Им отвечает женский хор, а в самые светлые моменты песнопения общее многоголосье подчеркивает тонкие чистые детские голоса. По традиции посвящение в ученики Православной Гимназии начинается с молебна Батюшки Серафиму. Торжественная атмосфера в храме воодушевляет всех собравшихся. Ребята, их родители, наставники и духовники просят благословения на предстоящие труды и еще раз вспоминают о главной христианской добродетели. Любви. А любовь, она многогранная. Любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не гневается, не превозносится, не бесчинствует, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, всему веру имеется, переносит, своего не ищет. И самое главное, любовь никогда не перестает. После молебна наступает самый волнительный и важный момент. Выстроившись полукругом, мальчики и девочки все вместе дают торжественное обещание соблюдать кодекс чести гимназиста. Один за другим по очереди они произносят слова, которые успели выучить наизусть. На этих заповедях они будут строить свою жизнь. И причащайся к святых христовых тайн. И сам всегда прощай обидчикам. До этого дня ребята были просто учениками. Но после торжественного обещания будут носить высокое звание православного гимназиста и стараться ему соответствовать. Понимать, что ты не просто ученик, но ты христианин, ты принадлежишь церкви православной. И, соответственно, ты должен исполнять заповеди Божьи прежде всего. То есть ты не только учишься, а твой долг вот сейчас, самое главное, твоя заповедь, это быть послушным старшим, послушным своим родителям. И поэтому, как бы, учиться, это и есть послушание. В подтверждении своего нового статуса каждый получил удостоверение и небольшие памятные подарки. А в качестве особого поощрения гимназистов провели в главную святыню Саровской обители – келью батюшки Серафима. В месте, где он в молитве окончил свой жизненный путь, их помазали елеем и вручили освященные сухарики, как это делал сам преподобный при жизни. Традиция посвящать детей в гимназисты идет с момента основания православной гимназии в 2009 году. В этот раз ими стали 49 ребят. 43 первоклассника и 6 учеников постарше, которые перевелись из других школ. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Театр «Кузнечик» открывает сезон. В феврале кукольники представят новые сказки «Большая мечта маленького ослика и гуси-лебедя». Согласно распоряжению губернатора, зал должен быть заполнен всего на 30%. Поэтому каждый спектакль может посетить только 12 зрителей. И дети, и родители во время представления должны быть в масках. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цены на сотовую связь в течение года могут вырасти на 15-16%, подсчитало аналитическое агентство «Контент-ревью». Причиной этого называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты. При этом рост цен будет неравномерным, считают эксперты. Изменения мало коснутся тарифов нижней ценовой категории. Повысятся в основном тарифы средней и высокой категории. От КПП-3 до детского технопарка «Кванториум Саров» будет ходить автобус. В тестовом режиме он будет пока возить учеников направлений VR и хай-тек. Занятия будут проходить по понедельникам и субботам с 16.30 до 18.00. Отправление автобуса от КПП-3 в 16.10, от «Кванториума» в 18.20. Нужна предварительная запись. Контролировать доставку детей будут специалисты «Кванториума» в соответствии со списками. По мере наполнения учебных групп возможно введение дополнительных рейсов. Подробности можно узнать в группе «Кванториум Саров» ВКонтакте. Школьники до 24 января могут подать заявку на конкурс на отборные интенсивные учебные сборы в Лазурной на тематическую смену через тернии к звездам. Она пройдет с 1 по 14 марта по направлению наука, авиадеятельности, космическая техника, авиа и ракета моделирования. Возраст участников от 10 до 15 лет включительно. Подробности можно узнать на сайте Департамента образования. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева приняли участие во всероссийском конкурсе молодых исполнителей на классической гитаре гитарных струн-мотивы. Творческое соревнование прошло в Пермском крае под гидой фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга». Подробнее об успехах юных сороских гитаристов расскажем в следующем репортаже. Лиза Кижаева и Василиса Немова играют мелодию Александра Веницкого в цирке. С этой композицией они заняли третье место в конкурсе гитарных струн-мотивы. Это второй конкурс, в котором они приняли участие. На своем первом соревновании в Дзержинске они стали дипломантами. С каждым годом уровень их мастерства только растет. Девушки играют дуэтом уже второй год и прекрасно понимают друг друга с полувзгляда. С одной стороны ответственность делится в дуэте пополам, а с другой стороны, когда ты солист, ты сам за себя отвечаешь. А когда ты играешь дуэтом, ты должен слушать своего напарника, ты должен подхватывать в каких-то ситуациях, не теряться. Ну, везде есть свои нюансы. Юные гитаристы играют старинную, классическую и современную музыку. Егор Дмитриев не выделяет для себя какой-то отдельный вид игры и утверждает, что настоящий мастер должен уметь играть все. С гитарой он не расстается уже 9 лет и главным достижением считает гран-при соревнования в Абхазии. На конкурс он выступал соло и в старшей возрастной группе стал дипломантом. Я очень усердно готовился. Это было не первое моё выступление. В дистанционном формате я сдавал экзамен. В дистанционном формате. Вообще снимать на видео выступление как-то не особо комфортно, потому что там искажается звук. Но вообще на сцене лучше выступать, приятнее. Полина Заслонова играет на гитаре уже 7 лет. В её послужном списке победы и призовые места как во всероссийских, так и в международных конкурсах. Воспитанница музыкальной школы играла на сценах Грузии, Белоруссии, Абхазии и России. Однако выступление в дистанционном формате для неё стало дебютным. Волнений вообще не было, потому что на сцене как-то волнительнее играть, чем просто садишься и тебя снимают. Было не так много кадров. Иногда я очень уставала, и мы записывали два раза, но всё-таки отправили. В жюри конкурса были гитаристы, чё творчество известно как в России, так и за рубежом. Этим он и привлёк внимание педагогов музыкальной школы. Первый всероссийский конкурс гитарных струн «Мотивы» проходил под эгидой Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга» в Перми. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Маяковка представила новый проект о редких и ценных изданиях «Особая книга». Мы познакомим читателей с жемчужными музея книги-библиотеки. Откроет цикл рассказ об издании Фауста Гёте с рисунками Лизенмайера. Книга вышла в свет в 1899 году. Подробнее о проекте смотрите в следующем репортаже. Увлекательный и загадочный мир книги. Каждое издание здесь представляет собой ценный экспонат, о котором можно рассказывать часами. В отделе редкой книги библиотеки имени Маяковского таких образцов издательского мастерства накопилось довольно много. Именно о них сотрудники будут рассказывать читателям в новом проекте «Особая книга». Цикл рассказов «Особая книга» объединит все удивительные истории о самых ярких изданиях из редкого фонда. Это о наиболее раннем издатированных изданий, об издании в необычном индивидуальном переплете и других книг из коллекции дореволюционных, современных, миниатюрных изданий. В первом ролике заведующая отделом редкого фонда Анна Огошкова рассказывает зрителю о книге «Фауст» Иоганна Гёте с рисунками Лизен Майера, 1899 года издания. Она рассчитывалась на богатого покупателя, поэтому оформлению и качеству уделялось особое внимание. Совсем скоро выйдет второй выпуск проекта «Особая книга». Это книга проспера квитанского опера, что в переводе с латинского означает «труды». И в этой книге собраны все труды проспера. Он упоминался в 429 году в письме к святому Августину, где характеризовался как человек, выдающийся своим красноречием, энергичностью и нравственностью. Эта книга в переплете из пергамена на латинском языке 1620 года издания. Первый выпуск проекта «Особая книга» уже можно посмотреть на канале библиотеки имени Маяковского в Ютьюбе. Также за всеми обновлениями подписчики могут следить на странице в Инстаграм. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Творчество и вдохновение – два понятия немыслимые одно без другого. Любой человек, чья жизнь связана с искусством, подтвердит, что без муза можно часами напролет сесть за рабочим столом. Но так ничего и не сделать. Чтобы продемонстрировать общественности, что творчество – это не механическая работа, придумали День творчества и вдохновения, который отмечают 17 января. Они рождаются как-то сами. Куклы Елены Хайрулиной действительно как живые. На выставке в Музее народной игрушки они занимают целый подоконник. В ярких курточках, забавных шапочках, радостные, грустные. Они словно дети во время игры. Одним весело, другие на что-то обиделись. Все разные. У каждой куклы свой характер, который проявляется уже на стадии подбора одежды. Игрушечных малышей Елена делает более пяти лет. Сначала мастерила куклу от случая к случаю. Вплотную занялась изготовлением миниатюр два года назад. У Елены нет художественного образования, но врожденные таланты и усердие дали свои плоды. Мастерство она учится на мастер-классах у опытных рукодельниц. Тем, кто хочет проявить свои творческие способности, но по каким-то причинам откладывает, Елена советует просто начать это делать. Это не только в куклах. В любой работе, в любой деятельности это всегда сложно. И первый шаг сделать – это как преодолеть себя, как преодолеть барьер. Творчество немыслимо без вдохновения. Елена не ждет музу, а купит материал для своей работы. Подмечает световые сочетания в природе, наблюдает за детьми. И всегда делает запасы тканей, фурнитуры, аксессуаров. А потом уже приходит вдохновение и рождается очередной малыш. Она, как мама, дает им жизнь, одухотворяет лица игрушек, кропотливо подбирает одежду. А вот имена им дают счастливые обладатели ее творений. Ну, отдавать куклу кому-то, дарить, ну, кто-то приобретает, кто-то. Вот это самое приятное, мне кажется. Ну, мне. Мне это приятно, потому что, вы знаете, вот папа Карла говорил, это сделано на радость людям. День творчества и вдохновения, который отмечают 17 января – неофициальный праздник. Дата привлекает внимание людей к искусству, к пробуждению творческих способностей, креативу и стремлению сделать мир красивее и интереснее. День творчества и вдохновения – это праздник всех людей, кто творит, создает и придумывает. Воспитанник Дворца детского творчества стал серебряным призером первенства Нижегородской области среди юношей. Подопечный Олега Васенькина Михаил Ковалев уступил победителю лишь полочка. Из пяти саровчан, участвовавших в соревнованиях, трое вошли в десятку лучших игроков области. Всего в турнире по классическим русским шашкам приняли участие 22 шашиста из Нижнего Новгорода и Сарова. Три дня юные спортсмены боролись в Нижнем Новгороде за победу в первенстве области по русским шашкам. Турнир проходил по швейцарской системе, которая предполагает напряженную и интересную борьбу. Саровчанин Михаил Ковалев в финальной схватке на черно-белой доске уступил своему сопернику полочка и занял второе место. После трех туров по час каждый без перерывов уже устал. Просто уже мозг засыпает. Руки не тянутся, сплю. В свои 12,5 лет Миша уже кандидат в мастера спорта. И, конечно, в областных соревнованиях он намеревался победить, но его обыграл подопечный гроссмейстера Бурова. Михаил свое поражение списывает на недостаточную физическую подготовку. Во время дистанционки он мало двигался, потому было сложно выдерживать часовые туры. Его преподаватель говорит, что юноше не хватило эмоциональной выдержки. Я думаю, немножко сказалось недостаток психологической подготовки. Миша немножко испугался своего соперника, что вот он воспитанник гроссмейстера, а у него руководитель только кандидат в мастера спорта. И вот он немножко спасовал. Я думаю, что в будущем мы победим. Вообще Олег Васенькин доволен результатами своих воспитанников. Из пяти его подопечных трое вошли в десятку сильнейших шашистов Нижегородской области. Выступили неплохо. Заняли 17-е, 13-е, 10-е, 5-е и 2-е место. Привезли серебряную медаль. Ребятки очень старались, соревновались все три дня. Было очень интересно. Ребята готовятся к новым соревнованиям. В феврале юных спортсменов приглашают в Москву на первенство среди воспитанников дворцов-пионеров. А в марте подопечный Олега Васенькина планирует побороться за победу в первенстве России. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова